Когда нам удается побыть наедине с самими собой, как правило, в эти минуты, в эти мгновения на нас нахлынувают некие воспоминания, ностальгия о тех событиях или ситуациях, которые были яркими в нашей жизни, либо о тех людях, с которыми было яркие встречи, яркое времяпрепровождение, но по каким-то причинам пути дороги расходятся. Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на своем канале «Магия успеха. Второе самопознание». Меня зовут Наталья. И вот сегодня я предлагаю нам раскрыть тему «Вспоминает ли о вас загаданный вами человек?». Если вспоминает, то как он вас вспоминает? Вариант будет один. Пожалуйста, сейчас сосредоточьтесь на том человеке, с которым вы были близки, с которым у вас было много ярких мгновений, минут. Вспомните его, произнесите имя, дату рождения, постарайтесь как можно четче визуализировать этого человека, постарайтесь вспомнить о нем все. И давайте будем смотреть. Руки-ноги, пожалуйста, не скрещивайте, расслабьтесь и наслаждайтесь раскладом. Посмотрим, кто сегодня к нам придет, какой мужчина. Если почувствуете, что описание совпадает с тем человеком, о котором вы думаете, тогда продолжайте смотреть данный расклад. Если нет, тогда, к сожалению, данное видео не для вас. Итак, давайте посмотрим, какой мужчина сегодня к нам пришел на расклад. Что это за человек? Загадка. Человек-загадка сразу нам идет. Человек очень таинственный. Он... Никогда не знаете, что у него в голове, что у него в мыслях. Очень-очень-очень скрытный. Но человек, знаете, своего рода такой спокойный. Пытается показаться, по крайней мере, уравновешенным человеком. Человек, конечно же, который... Но он мудрый. Он очень такой проницательный. У него очень хорошо работает интуиция. То есть человек действительно может, я не знаю, может быть, не совсем предугадывать ситуации, какие-то события, но его интуиция будет подсказывать, что, возможно, в этот момент можно делать, а что не нужно делать. Очень много тайн, очень много скрытого от людей. Что еще это за мужчина? У которого свой мир, давайте я так скажу, который видит все под своим углом зрения. Возможно, человек это целенаправленно делает, да? У него на этот взгляд, на этот счет определенное свое мнение. Человек, знаете, еще такой может из себя корчить постоянного жертву. То есть, какой вам привести пример? Давайте так. Если, к примеру, человек вам пообещал, что я, допустим, тебе либо позвоню, либо приеду, либо я там что-то еще другое сделаю, человек будет постоянно искать отговорки. То есть, то колесо пробило, может быть, да, то там меня люди задержали, то вот у меня собрание было на работе, а вот тут вот Паша позвонил, и мне нужна была какая-то ему срочная помощь. Постоянно будут некие, знаете, отговорки, как бы себя отгораживать. Но я вам хочу сказать, здесь будет некая неправда в его отговорках. Вот здесь вот прослеживается немножко такая тема, но однозначно человеку здесь, знаете, как-то свойственно, чтобы его в какой-то степени, возможно, где-то пожалели, где-то его по головке погладили. Ну, какой-то такой идет момент. Такое ощущение, что человек специально... Понимаете, по Верховной Жрице этот человек очень мудрый, очень такой... Во-первых, он психолог, он очень хороший психолог, он знает людей, он знает, кому что сказать, он знает, кому что не нужно говорить вообще, да? То есть человек здесь реально может посмотреть на своего оппонента либо собеседника, и он будет понимать, кто перед ним. И могу ли я вот вести себя как некая жертва по отношению к этому человеку, либо нет. Он может, знаете, переворачиваться, потому что в состоянии жертвы все равно это непостоянная карта. Мы все равно из этого состояния периодически выходим, да? Человек еще немножко такой двойственным, с двойным дном. То есть ты его будешь видеть в одном амплуа, а на самом деле человек может быть совершенно другим. То есть он реально, этот человек не открывается. И он никому не открывается, даже своим родным, даже своим близким, там, самым-самым дорогим людям, да? Он не будет никого никогда посвящать свои какие-то секреты, свои какие-то задумки. Он это делать не будет. Не будет. Кстати, у него очень могут быть классные идеи. Вот прям бомбически этими идеями, ну, я не знаю. Он может даже что-то такое свое создать и потом по итогу это запатентовать. Вот такой человек это может сделать, потому что в подвешенном состоянии, как правило, нам приходят очень гениальные идеи и приходят некие такие осознанные такие моменты, когда, о, да, это, знаете, как лампочка загорается, и вот это должно сработать. Вот это будет круто, вот это будет классно. Единственное, единственный здесь может быть такой момент, решится ли он все-таки воплотить эту свою идею или нет. Вот тут вот такая тонкая грань будет. Ну, хитрый. К нам пришел сегодня на расклад такой немножко такой хитроватый мужчина. Скрытный. Хитроватый, скрытный. Давайте еще посмотрим, какой он человек. Очень активный, жизнелюбивый. Человек, который постоянно в движении. Вряд ли ты его увидишь, чтобы он лежал на диване. Нет. Этот человек на диване лежать не будет. Это не диванный критик. У него на все есть своя точка зрения. И его переубедить на самом деле здесь практически будет невозможно. Вот у него свое видение. И все. Он будет стоять на своем. Кто бы что ему там не говорил, какие там аргументы не приводил. Бесполезно. Вряд ли этот человек все равно будет стоять на своем. Человек очень огненный. Человек очень активный. Харизматичный. Яркий человек. Может быть очень говорливым здесь. Несмотря на то, что вот он бывает, входит в состояние такого подвешенного. Но еще раз, да. Это состояние, возможно, он демонстрирует специально для кого-то. То есть, ну, такой вот двоякий немножко, да. И еще такой момент здесь может пройти. Человек будет находиться иногда, иногда в некой нерешительности. Но это будет он делать лишь для того, чтобы выждать некое время. Потому что он знает прекрасно, что время все расставляет на свои места. Это у него заложено на подкорке. Еще раз повторюсь, девочки. Вышла верховная жрица. Верховная жрица – это очень интуитивная такая фигура. И она никуда не торопится. Она никуда не торопится. Именно в каких-то вот… Если что-то человек запланировал, он прекрасно знает, когда ему что сделать. Он умеет выжидать. Вот четко. Но однозначно этот человек, он движим жизнью. Он может с одной точки в другую перемещаться, я не знаю, по несколько раз в день на своем автомобиле, может быть, там, я не знаю, на лошади, на велосипеде, на своих, как говорится, двоих. Не важно. Но человек будет стараться успеть все, попробовать все. И, ну, как бы на своем, как говорится, собственной шкуре. Для него это очень важно. Также для человека здесь могут быть очень такие активные общения через интернет. Здесь это тоже… То есть очень много телефонных звонков здесь будет. Человек постоянно разговаривает, разговаривает, разговаривает. Ну, то есть такой вот очень коммуникабельный человек на самом деле. Давайте посмотрим его как мужчину все-таки, да? Какой он как мужчина? Какой он как мужчина? Вот, кстати, этот человек может опаздывать. Вот здесь вот такой… Он будет все равно торопиться, но он будет опаздывать. Ну, такой опоздум немножко. Так. Какой он как мужчина? Какой он как мужчина? А мужчина тут… Ну, мечтатель это однозначно. Еще. Какой он как мужчина. Ну, вот смотрите. Фантазер. Вот так и хочется сказать. Человек фантазер. Человек, возможно, не будет принимать опять-таки сразу резких решений. Он будет занимать выжидательную позицию. Такой мужчина. Интересный, конечно, мужчина. Иногда он может разочаровываться в своих мечтах, в каких-то своих фантазиях, в каких-то своих иллюзиях. Смотрите. Допустим, к примеру, человек знакомится с женщиной. Он ее представляет. Даже где-то он может ее идеализировать. Как бы ее немножко… Нет, не так. Смотрите, человек может представляться даже немного другим, да? То есть он будет себе вырисовывать те качества, возможно, которых у него нет. А на самом деле этот мужчина немножечко, знаете, такой жестковатый. Жестковатый этот мужчина. И опять-таки человек никуда не торопится. Он, знаете, немного даже какой-то расчетливый. Здесь человек не будет особо таким щедрым на подарки, допустим, да? Он не будет здесь щедрым на какие-то ласковые, теплые слова. Нет. Но он будет себя преподносить, что я такой вот, весь такой классный. Я весь такой надежный. Но вряд ли это будет соответствовать действительности. Вряд ли это будет соответствовать действительности. Еще такой момент. Он вряд ли будет сразу резко принимать решение. Опять-таки, он решение, допустим, отдает прерогативу принять какому-то другому человеку. То есть женщине. Некую ответственность он с себя снимает, понимаете? И потом, знаете, как по факту. Ну ты же решила. Ну и все. А я как бы, ну вот, а я ждал, ждал, вот и ждал. Ну раз ты решила, что, может быть, нам не стоит встречаться, ну и ладно. Ну и не стоит тогда встречаться. Вот здесь идет какой-то такой некий момент. Некий момент. А еще этот мужчина. На самом деле, вот у него есть все равно, опять, исходя из его личности, человек, у него есть видение свое какое-то, да, определенное видение. Абсолютно на все. И это будет касаться также женщин. Вот смотрите, его видение немножечко неправильное какое-то, вот как чисто с мужской точки зрения. Почему? Потому что человек вообще как-то не владеет полностью ни ситуацией, да, то есть он как-то вот здесь вот, такое ощущение, вглубь старается не смотреть. Хотя вот по верховной жрице, он на самом деле очень глубокий человек, но в отношениях с женщиной здесь отсутствует какое-то либо, то ли он намеренно не идет на вот эту вот прям глубину. Скорее всего, он намеренно здесь не идет на глубину. Но однозначно он создает некую иллюзию самого себя. На самом деле человек немножко такой жестковатый. Да не, немножко тут будет. Он может, девушки, знаете, как бы, я тебе достану вон ту звезду. Вот такое вот что-то, да. На самом деле он этого делать сразу не будет, он будет оттягивать момент, а потом женщина устанет ждать и скажет, ну, раз ты не хочешь мне звезду давать, тогда я пошла. Он скажет, ну и ладно, ну иди. И он не побежит. Он лучше войдет вот в эту жертву, как я вот уже ранее сказала, да, то есть я, как это, я... Ну, раз ты сказала стоп, раз больше у нас не будет отношений, то, ну, я с тобой соглашусь, но чтобы как-то изменить что-то, я ничего делать не буду. Он будет считать, что его бросили, понимаете? Давайте еще зададим такой вопрос немножечко, да, что вообще на сегодняшний день с ним вообще происходит, да, что с ним вообще может происходить? Что с ним происходит? Какие-то новые начинания у него идут, да. Человек на что-то нацелен. Ну, смотрите, человек нацелен на Пентакли, Пентакли, Пентакли. Однозначно человек чувствует в сегодняшнем дне свою силу, энергию. Человек сегодня прям рвется в бой, потому что он хочет утвердить себя именно как состоявшийся мужчина. То есть, смотрите, из Пожа Пентакли, то есть из маленького мальчика, такое ощущение, что он сейчас переходит в действительно настоящего надежного мужчину и стабильного мужчину. То есть, по крайней мере, он это хочет как-то в себе взрастить. По магу, что-то где-то, вот, смотрите, пришло у него некое сознание по патузу мечей, да, и по верховной жрице. Что-то человек открыл для себя лично, что-то ему поспособствовало, может быть, я не знаю, какая-то подсказка услышал, увидел, да, может быть, его чуть ли не носом кто-то, как говорится, ну, понятное дело, да. И он чувствует сегодня в себе некую силу. Да, я готов взрастить в себе вот этого короля Пентакли. Возможно, человек, если, к примеру, он не женат, то человек готов жениться. Если он уже в законных отношениях, то однозначно он решает, что он берет полностью ответственность за свою семью. И он считает, что он это может сделать. То есть, человек принимает некое решение, то есть, хватит мне быть маленьким мальчиком, безответственным мальчиком, постоянно пребывать в некой жертве, и я хочу все-таки взять на себя ответственность. Я долго это ждал, и, наконец, я чувствую в себе силы, энергию, и я могу туда идти. Вот в этого короля Пентакли. Ну, дай Бог, похвально, так-то хорошо было бы, да. Для человека я имею в виду. Хорошо. Давайте посмотрим, вспоминает ли загаданный вами человек вас. Вспоминает ли загаданный человек о вас. Вспоминает ли загаданный человек о вас. Скорее... Сейчас... Смотрите, скорее всего, я могу сказать, что по большей части нет. По большей части нет. Однозначно, человек идет сейчас во что-то новое. Во что-то такое классное, где по девятке чаш будут исполняться все-все его заветные мечты, все-все его желания. Все его мечты, все его желания. Смотрите. Проиграется, ну, как бы, 50% о ком-то вспоминает, а 50% реально не вспоминает. Если он о вас вспоминает, да, то это будут больше некие мысли негативного плана. То есть человек больше о вас думает, и он переживает, и он постоянно накручивает, что вы можете пойти в совершенно новое, а он остается один, как неприкаянный. Смотрите, если вы, смотря когда вы расстались, да, какой период, как говорится, вы уже не общаетесь, от этого тоже будет, как бы, играть роль некую, да. Если вы прямо вот давно друг с другом не коммуницируете, то однозначно человек, к сожалению, о вас не думает, да. Единственное, он просто сейчас переживает за то, получится ли у него пойти в новое и все-таки осуществить все свои мечты, как говорится, и надежды, ну, то есть полностью наполнится, да, от этой жизни. Он, возможно, где-то рискует, но все равно он, как бы, старается, как бы, берет бразды правления в свои руки, да, по крайней мере, он к этому стремится. Если же вы расстались совсем недавно, и это у вас еще вот это свежо, да, то человек реально может о вас думать, и эти мысли будут немножечко такого боязливого направления, что эти отношения больше невозможны, потому что вы уходите в новое. Опять-таки, за какими-то своими конкретными идеалами. Так. Давайте тогда зададим такой вопрос. Немножечко тут двоякое у нас пошло, да. Зададим такой вопрос, да. Вообще, какую роль? Давайте тогда зададим такой вопрос. Вот какую роль вы вообще сыграли в его вот жизни, когда вы были вместе с ним? Давайте так. Может быть, что-то помогли ему понять, осознать. Может быть, что-то вы ему дали такое сокровенное. Может быть, ничего не дали. Не знаю, давайте посмотрим. Вообще, какую роль, какую роль вы сыграли в его жизни, вот когда вы были вместе, когда вы общались друг с другом? Какую роль вы сыграли в его жизни? ничего себе не слабо. Какую роль вы сыграли в его жизни? Вот знаете, так и хочется сказать, что вы были неким уроком для него. Вы были неким уроком для того, чтобы человек по нему осознал, возможно, не осознал, что вот когда сердце, вернее, когда человек реально влюбляется в другого человека, да, и есть некое расставание, утрата, потеря, то действительно человек может понимать тот факт, что любовь существует. Понимаете? Вот смотрите, вы ему дали понять, что все-таки вот это прекрасное, светлое чувство притяжения двух сердец друг к другу, оно существует, оно есть. человек с вами познал действительно какую-то душевную боль, душевную рану, тоску. Вот я, девочки, я не могу сказать, что вы как-то на него прям положительно, понимаете, вот прям радость, счастье, веселье. Нет, он почему-то в отношениях с вами человек почувствовал некий такой тремор, боль, досада, огорчение. Досада, огорчение. И человек научился бороться. Смотрите как. Человек научился перебарывать в себе вот эти вот болевые ощущения. Благодаря его вот это вот стремление жизни, благодаря тому, что, благодаря тому, что его пониманию, что всему свое время, как говорится, да, вот время лечит, он научился вот этому бороться, понимаете, бороться в себе вот эту боль, перебарывать в себе вот эту боль. А почему, как-то интересно пошел расклад у нас, я думала, сейчас тут такое мне развернется прям, что-то такое очень душевное, трогательное, а тут мне идет больше, знаете, как болевые, вот прям сильные душевные раны у человека. Какую роль вы сыграли в его жизни? Ну, вы ему, вы ему дали почувствовать, что такое сердечная боль, ну, душевная боль. И человек научился бороться. справляться со своей болью. Хорошо. Что еще? Ну, не все же как бы в таком вот ключе, да? какую роль вы еще сыграли в жизни загаданного человека, да? Какие все-таки воспоминания о вас у него? Какая роль воспоминания? Какая роль воспоминания? Ну, вот, хоть что-то позитивное вышло. Ну, смотрите, однозначно вы давали ему некую стабильность, некий праздник жизни. Знаете, такое ощущение, что был мир у его ног. Счастье, радость, детский смех, чуть ли не не детский смех, да? Какое-то такое безудержное счастье, вот честно. мир, солнце, ну, что-то такое яркое, запоминающееся. Девочки, вот по аркану мир, я хочу сказать, человек будет воспомнить всю оставшуюся жизнь. Вы ему, ну, с такими картами, извините, тут и счастье, прям, высший пилотаж, и горе, да? Ну, то есть, реально горе, то есть, человек возвысился очень высоко, и он упал очень высоко, то есть, однозначно, человек вас никогда не забудет, нет? Человек вас будет всю жизнь помнить. Вы врезались на долгие-долгие годы, и реально человек вас будет, как я изначально начала свой видеоролик, тогда, когда мы попадаем в состояние уединения, находимся сами с собой, к нам приходят нотки ностальгии, воспоминания. Вот как раз-таки человек и будет вспоминать о вас, сколько вы ему подарили счастья, но и так же человек будет очень ярко вспоминать, какую боль, душевную боль он пережил с вами. Я так понимаю, утрата, потеря вас для него это было очень тяжело. давайте спросим, тогда зададим такой вопрос. Зададим такой вопрос. А что бы ты сейчас хотел передать, сказать той девушке, женщине, которая смотрит данный расклад? Что бы ты хотел сейчас сказать? Может быть, в чем-нибудь признаться в конце концу, потому что по раскладу выходит такая очень темная лошадка, очень много тайн, скрытый, человек вам до конца не раскрылся все равно. В чем бы ты хотел сегодня признаться той девушке, женщине, которая смотрит данный расклад? В чем бы ты хотел ей признаться? Девочки, ну то, что он вас любит, и на дне колода у меня пятерка чаш, он потерял свою любовь. Я больше даже ничего докладывать не буду. Он действительно вас любил? Безумно причем? это было что-то такое мир, четверка жезлов, это всегда стабильность, это всегда основа, это радость, это надежность. Понимаете, он надеялся, что эти отношения будут постоянными. Не важно, какой у вас формат сейчас, сейчас не об этом, но он надеялся все-таки вот, что это будет постоянно, всю жизнь. У него действительно к вам были искренние, яркие чувства, потузу чаш, было наполнение, но потом это перешло в очень такую тотальную горечь, пятерку кубков. Он потерял эту любовь, девочки. Его признание, и он скорбит, он скорбит, что эти чувства утеряны, но ничего не остается, как все-таки взять себя в руки по пятерке жезлов, по пятерочке жезлов, он выкарабкался, ну или выкарабкивается, да, опять-таки нужно понимать, какой период, ну как бы вы в разлуке, да, и он все равно в себе находит силы и продолжает жить. Он пытается сейчас себя реанимировать, да, ну кто-то пытается реанимировать, кто-то уже себя реанимировал, да, и все-таки как ни крути, по аркану нулевому человек обнуляется и идет совершенно в какие-то новые свои достижения, в свою новую жизнь, в свою новую жизнь. Вот такой, девочки, получился расклад, не знаю, для кого это, пожалуйста, пишите в комментариях, как с вами резонирует, как проигрывается, ставьте лайки, если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, ведь благодаря вашим подпискам, благодаря вашим лайкам, и еще много-много людей могут увидеть мои расклады, не именно этот, а еще другие расклады, и в любом случае для себя будут находить те подсказки, которые им необходимы в данный период времени, тогда, когда они смотрят подобные расклады. Я с вами надолго не прощаюсь, желаю, как всегда, вам всего самого прекрасного, наилучшего, пусть каждый день будет наполнен солнечным теплом, пусть каждый день на ваших лицах будут улыбки, и пусть сегодняшний день будет намного лучше, чем вчерашний. До новых видео!